Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Рязанский «Элекс-фаворит» в своем дебютном сезоне в высшей лиге может рассчитывать на попадание в первую пятерку. Об этом заявил тренер сборной России Геннадий Горогуля после занятий с командой. А генеральный директор команды недавно посетил нашу студию и рассказал о планах. Рязанский «Элекс-фаворит» вовсю готовится к новому сезону. В преддверии новых спортивных баталий генеральный директор мини-футбольного клуба Виталий Громов поделился планами и настроением. В этом году стартуем мы в более серьезном дивизионе. Это второй дивизион по всей стране высшей лиги. Команды очень серьезные. Такие бренды, как «Спартак», «Москва», «ЦСКА» говорят о многом. Поэтому планный сезон у нас, как говорил Владимир Ильич Ленин, это задача максимума, задача минимума. Задача максимума у нас всегда победа, прежде всего в каждом матче. Ну и задача перед командой ставим все-таки попробовать попасть в пятерку. С 14 по 18 октября состоится розыгрыш Кубка России. Здесь, по словам Виталия Громова, задача одна – попасть в двойку. То есть в обязательном порядке занять первое, ну или хотя бы второе место. Для того, чтобы участвовать в одной восьмой финала и привести в Рязань уже 4 ноября чемпиона страны «Газпром Югра Югорск». До старта чемпионата остался месяц и сейчас тренировки проходят в ежедневном режиме. В команде, уверил Виталий, настроение боевое. Коллектив опытный, уже много лет вместе, поэтому бояться нечего. Нужно лишь стараться бороться и стремиться к победе. Есть потенциальные новые участники команды, но их имена пока держатся в тайне. Состав у нас практически мало меняется. Костяк у нас сохраняется. Одна-две позиции у нас постоянно вливает свежий профи. А так, всех, кто играл. В общем-то, у нас мы сохранили состав по сравнению с прошлым годом. Вот сейчас у нас на просмотре наши же местные еще три человека. Ну, все зависит от них, как они будут работать. Фамилии называть не буду. Вот смогут ли они закрепиться, смогут ли они попасть в состав. Это уже зависит, в принципе, только от них. Словом, болельщикам стыдно не будет. А матчи, как и прежде, будут проходить в спортзале Рязанского филиала Московского института МВД. У всех болельщиков мы приглашаем поддержать, поболеть, помочь. Потому что в большом футболе 12-й игрок, здесь 6-й игрок на поле, 5-й в поле играет. Поэтому нам нужно 6-й, 7-й, 8-й и так далее игроки, чтобы нам действительно помогли. В Касимове под эгидой региональной организации Всероссийского физкультурного общества «Динамо» и Общественного совета приема ВД России по Рязанской области в рамках международных матчевых встреч по боксу был проведен массовый спортивный праздник «Зарядка с чемпионами». В центре Касимова перед спорткомплексом «Лидер» собрались сотни молодых людей. Они пришли для участия в уникальном спортивном празднике «Зарядка с чемпионами». На открытой площадке представители национальных сборных по боксу России, Беларуси, Индии, Германии, Китая провели для всех желающих общую физическую разминку и небольшую тренировку. Школьники, молодые спортсмены и любители спорта с радостью и удовольствием повторяли за боксерами нехитрые физические упражнения и простые движения из арсенала бокса. Комплекс упражнений не отличался особой сложностью и был доступен каждому. Но, как это ни удивительно, именно такие упражнения используются на тренировках национальных сборных по боксу. На самом деле, вот такие старые города, которым уже много лет, которых уже все сложно, да, всегда очень приятно приезжать, проводить соревнования, ну, тем более, когда и школьники, сегодня были команды Индии, Китая, Белоруссии, Германии, конечно, сборной России по боксу. Я думаю, что дети остались довольны, а если довольны дети, значит, мы должны быть довольны. Как же еще? Впечатление самое хорошее. Мы ездим на самом деле везде, по всем городам, и во всех городах стараемся провести вот такую зарядку с чемпионом, потому что сегодня 8 сборной команды России принимали участие чемпионы мира, Европы, чемпионы первых европейских игр. Я думаю, что это для ребят хороший стимул заниматься спортом, а тем более боксером. Затем школьники совместно с представителями национальных сборных участвовали в веселых стартах. Активные участники шуточных эстафет получили призы. После зарядки с чемпионами все желающие могли сфотографироваться с именитыми спортсменами и получить автографы. А рязанские «Динамовцы» и общественный совет при региональном ОМВД привезли юных спортсменов на международные встречи по боксу. Международные матчевые встречи по боксу проходили на базе Рязанской областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в поселке Мцентул. В рамках всероссийской акции «Динамо детям» Рязанская областная организация ВФСО «Динамо» при содействии общественного совета при ОМВД России в Рязанской области пригласила юных боксеров из города Спасклепики, поселка Болонии, села Креуши, Клепиковского района, шефство над которыми взяла отдел МВД России по Клепиковскому району. Юные спортсмены стали почетными гостями на торжественной церемонии открытия международных матчевых встреч по боксу, в которых участвуют представители национальных сборных России, Беларуси, Индии, Китая и Германии. Ребята поприветствовали участников международных встреч и подарили им сувениры символика Рязанского края. Затем рязанские ребята посмотрели учебно-тренировочные спарринги представителей национальных сборных по боксу и побеседовали с именитыми спортсменами. Ребятам очень понравилась эта познавательная поездка, в которой они подчеркнули много интересного из мира международного спорта. Представители Рязанской области завоевали пять медалей Кубка России по самбо. Серебро региону принесла Мария Козлова. Третье место в спортивном самбо заняли Роман Козлов и Олег Куржев, а в боевом Евгений Мальцев и Сергей Кунашев. Самбо – один из самых популярных видов спорта и претендует на статус базового в Рязанской области. Ну и, конечно, у нас есть не только именитые спортсмены, но и тренеры. Виктор Валентинович Модестов за более чем полувековую работу тренера воспитал свыше 30 мастеров спорта по самбо и до сих пор проводит занятия с ребятами все в том же спортзале радиоуниверситета, в котором организовал секцию в начале 60-х годов. Причем в своем уже немолодом возрасте по-прежнему остается в отличной физической форме и объясняет своим ученикам, как проводятся броски и выполняются болевые приемы не на словах, а на деле. Вот бросок через бедро называется, захватом за пояс сзади. Виктор Валентинович Модестов познакомился с борьбой самбо во время учебы в Московском энергетическом институте. Он поступил туда в теперь далеком 1957 году. Рассказывает, что в секцию его привел товарищ самбист, ведь до этого Виктор Модестов весь первый курс учебы занимался баскетболом. В секции самообороны без оружия МЭИ тогда преподавал легендарный Анатолий Аркадьевич Харлампев. Это имя должно быть знакомо буквально всем самбистам нашей страны, ведь Харлампев — это один из основоположников самбо в России. Приемом борьбы он обучался в Московском институте физкультуры у мастера дзюдо, выпускника японской школы «Катакан» Василия Ощепкова. Анатолий Харлампев уже в своей дипломной работе постарался собрать многие приемы из многих национальных видов борьбы, а далее уже на практике в поединках с представителями других стилей отрабатывал и совершенствовал приемы самбо. Дипломная работа, когда он выпускался у Харлампева, вот у этого Анатолия Аркадьевича, была такая. Собрать многие приемы из многих национальных видов борьбы нашей страны и за рубежом. И что-то, как говорят, скомплектовать и сделать такую целую систему создать, чтобы, ну, очень своеобразную, чтобы действительно охватить многое из других видов борьбы. И он это сделал. И в 1938 году выступил на всесоюзном семинаре специальном тренеров, где, так сказать, вот эту систему он изложил, и было принято решение в ноябре месяца 1938 года о создании новой федерации и нового вида спорта. Ну, раньше немножечко не борьба самбо называлась, а борьба там как-то вольного-невольного стиля, так вот. И после этого переименовался в самбо. Под руководством легендарного тренера Анатолия Харлампиева Виктор Валентинович Модестов стал мастером спорта и даже вошел в состав сборной вуза. Ну, а после окончания Московского энергетического института Харлампиев даже хотел оставить будущего рязанского тренера в аспирантуре МАИ. Но у Виктора Валентиновича в Рязани была уже невеста, и он уехал из Москвы, получив перед этим от Анатолия Аркадьевича наставление, как начинать развивать самбо в Рязани. В 1963 году я очищался в Рязани. Когда я приехал, здесь было, работало, ну, так, разрозненно 2-3 группы. То есть в основном стелили ковры, убирали ковры в маленьких комнатушках, но были такие энтузиасты, которые занятия вели. Я не говорю, что я первый приехал, и все началось. Я приехал, начало 63-го года, занятия здесь, вот, в этом зале, в Радиотехническом институте. Вел занятия со студентами и Радиоинститута, и Медицинского института, и Педагогического института, то есть со студентами в основном. Первые самбистские спортшколы в Рязани появились значительно позже, ведь самбо в 60-е годы и не считалось за отдельный вид единоборства, и потому не было большой поддержки со стороны государства и предприятий. Когда я приехал и пришел к председателю областного спорткомитета, то у нас федерации не было. Федерация была одна. Классическая борьба тогда была очень сильно развита в Рязанской области, и борьба самбо. И я, конечно, сказал, что самбо никакого совершенно отношения к классической борьбе не имеет, так же, как и наоборот. Поэтому вот в 63-м году мы и создали отдельную федерацию борьбы с самбо, которую в основном, так сказать, я и возглавил. В конце 60-х годов один из первых рязанских учеников Виктора Модестова Николай Никитин начинает тренировать детей и юношей в зале завода сам. Вскоре эта детско-юношеская спортивная школа подготовила первых мастеров спорта. А в начале 70-х в Рязани открылся дворец спорта профсоюзов «Боревестник», где появилась уже и вторая спортшкола самбо. Именно отсюда вышли многие мастера и тренеры, которые поспособствовали становлению самобытной рязанской школы самбо. И это утверждение не голословно, ведь за последние 15 лет рязанские самбисты более 60-ти раз становились призерами чемпионатов Европы и мира. А у истоков таких высоких достижений стоял хороший спортсмен, знаменитый тренер и талантливый организатор Виктор Валентинович Модестов. Еще на этой неделе отметил свой 63-й день рождения Владимир Владимирович Путин. Сделал это президент необычным образом. Он принял участие в хоккейном матче, который состоялся в рамках ночной лиги в Сочи. Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году, а недавно розыгрыш ночной хоккейной лиги стартовал в Рязани. Ночная хоккейная лига появилась 15 декабря 2011 года после встречи президента России Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой прославленные спортсмены озвучили необходимость решения проблем развития любительского хоккея. Сейчас лига имеет свое региональное представительство по всей России. Рязанская область с первых же сезонов принимает активное участие в развитии любительского спорта. Благодаря ночной хоккейной лиге здоровый образ жизни становится более популярным, а любительский хоккей во всей России стремительно развивается и возрастается. НХЛ действительно является центром всероссийского любительского спорта. Если заглянуть в историю, в 2011 году в первом турнире, организованном по инициативе Владимира Владимировича Путина и звезд российского хоккея, участвовало всего лишь 80 команд. А Рязанская область была представлена, по сути дела, сборной нашего города. Сегодня в турнире НХЛ Рязанской области участвуют 16 команд, а любительский хоккей занимается более 500 человек. География турнира постоянно расширяется и количество участников растет. Юбилейный пятый сезон розыгрыша ночной хоккейной лиги стартовал матчем между Касимовским восходом СУ-2 и командой «Шкода Рязань». Особенностью нынешнего отборочного этапа станет новая формула проведения соревнований. На первой стадии команды распределены на две группы. Четыре лучших идут в четвертьфинал и уже там, по олимпийской системе, разыграют звание победителя. Эта формула, как считают организаторы, позволит избежать проходных игр и повысит зрительский интерес. Посетили Рязанский рядовый дворец прославленные хоккеисты. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и олимпийский чемпион Валерий Каменский. Надо сказать, что самый приятный регион, с которым работать вообще беспроблемно, это Рязанский. И мы всегда с удовольствием приезжаем сюда. Я сюда уже практически четвертый раз сюда приезжаю. И надо сказать, что организация турниров и организация всего процесса в Британии всегда проходит на самом высоком уровне. Благодаря Смирнову, ее помощникам, министерству спорта. Надо сказать, что все, никогда никаких претензий со стороны нашей Вики к Рязанскому региону никогда не было. В нынешнем региональном этапе ночной хоккейной лиги будет бороться рекордное число команд – 16. Примечательно, что приезжают людовые дружины, в том числе и из районов области. Региональный представитель НХЛ Олег Смирнов на пресс-конференции сообщил, что, возможно, в скором времени у хоккеистов-ветеранов появится своя арена. Место под строительство в областном центре уже выделено. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин